Алло, прием, прием, господа, добрый день, как слышно меня, пожалуйста, поставьте оценки качества звука, качества вещания от 1 до 10 в чате. Отлично, отлично, рад вас всех сегодня здесь видеть, и сегодня мы с вами будем разговаривать не только о новостях, ну и как всегда, как у нас принято на утренних кофе, мы с вами побеседуем о каких-то элементах, которые помогут вам развиться вообще в бизнесе, которые помогут вам построить структуры. Сегодня конкретно мы будем с вами разговаривать о теории больших чисел, вообще что это такое и каким образом это может вам помочь прийти к пониманию того, как строить вообще структуры, как строить бизнес. Скажите, пожалуйста, уважаемые друзья, насколько вы сегодня осведомлены об этом, да, то есть вы слышали когда-нибудь о теории больших чисел, вообще что это такое? Если знаете, ставьте плюсики, если нет, поставьте минусы. А пока вы осмысливаете вообще эту информацию, ищите ее в своих архивах, в голове, в черепной коробке, я хотел бы осветить небольшие новости, то, что сейчас происходит в Эверте непосредственно. Это просто вообще круто, я сейчас наблюдаю за тем, как проходит турне в Турции, какие залы там собираются, насколько здорово встречает эта страна, корпорацию Эверт, насколько там сейчас идут продвижения. Вы, кстати, можете смотреть презентации на турецком языке, и, кстати, эти презентации можете своим турецким партнерам скидывать, если у вас такие имеются, ну, это вообще на самом деле классно, да. И мы сейчас видим, что Эверт реально двигается успешно, это круто, это очень круто. То, что сейчас там происходит в Казахстане, тоже захватывает мое внимание, переполняет меня чувствами, то, что, ну, я в восторге реально от того, что сегодня корпорация Эверт является не просто компанией местечковой, это корпорация, которая сегодня открывается по всей планете, друзья. Это то место, где сегодня все люди собираются. Это круто, да, то есть то, что и мусульмане, и христиане, и представители различных континентов, Америка, Европа, Азия, Африка, все здесь, да, то есть все здесь встречаются в этой компании для того, чтобы получить общий интерес и в резонанс, собственно, шагать, сотрясая этот мир в хорошем понимании и достигать каких-то успехов. Олег пишет, что они уже в Атерау. Олег, ну как там вообще, как дела, как там погода в Казахстане, как там в Атерау погода, как партнеры себя чувствуют? Я знаю, что, я это уже знаю, я знаю, что там идут проплаты полным ходом, я знаю, что люди подключаются в бизнес. Вот, ну ты буквально отпиши здесь вообще просто по оценочке, от 1 до 10 поставь там, насколько там все круто, чтобы люди понимали вообще. Вот, кстати, вот Олег, удивительно, но вот многие партнеры, кто ведет активный образ жизни, они успевают все. Они успевают и кататься по миру, и подключать новых партнеров, и переводить переговоры, и проводить презентации, и даже присутствовать на утреннем кофе, да. То есть вот что отличает на самом деле успешного человека. Успешный человек, независимо от того, насколько он достиг каких-то высот, он всегда будет приходить на какие-то мероприятия компании, будет полной жизнью в ней участвовать полностью, просто жить этой компанией, это очень важно, именно жить компанией, жить в этой среде, жить в этой сфере, где крутятся вообще все успешные люди. И самое главное то, что отличает успешного человека, это то, что он всегда готов обучаться дальше. Солнце, благодать, позитив. Ну вообще, как бы я хотел, на 20 баллов оценивает Олег вообще ситуацию, я абсолютно понимаю, на чем основана эта оценка, и как бы мне, Олег, хотелось бы поприсутствовать там тоже, в таком солнечном месте. Но сейчас я нахожусь в Москве, здесь у нас пасмурно, хотя было вчера достаточно солнечно. Но, в общем-то, приступим, господа, приступим. Вообще, теория больших чисел, она была известна в бизнесе еще очень-очень давно, испокон веков. Наверное, люди заметили, что как-то судить о бизнесе, о процессах в бизнесе можно, исходя из большого какого-то потока, когда мимо вас проходит, через вас проходит большое количество людей. Что это вообще означает? Давайте, наверное, для тех из вас, кто сегодня сетевом маркетинге имеет небольшое количество опыта, я, наверное, свой пример первый покажу из земного бизнеса, да, какого-то земного бизнеса. Друзья, ну предложите какой-то земной бизнес, любой вообще, абсолютно любой, неважно. Вот у кого-то, может быть, из вас есть магазинчик, может быть, есть кто-то педикюром занимается, может быть, у кого-то слон красоты, у кого, может быть, сейчас из вас есть какой-то бизнес свой, кто-то, может быть, на рынке торгует, кто-то, ну, что угодно. Интернет-магазин. Ну, Ром, интернет-магазин это круто, но это сегодня далеко от большей части людей, хотя то, что ты сейчас написал, ты абсолютно поймешь, о чем я говорю. Теория больших чисел, ну, я, если мы имеем в виду сейчас интернет-магазин, да, то есть я вообще просто буду говорить о магазине, ну, например, о вещевом магазине, например, вы решили открыть какой-то магазинчик, у меня и у самого есть идея открыть себе магазин по продаже итальянской одежды, и, соответственно, когда вы открываете какую-то точку, например, вы открыли точку в центре города, да, то есть у вас хорошая финансовая поддержка имеется, хорошая финансовая подушка, вы открываете точку по продаже какой-то брендовой одежды. И мимо вашего магазина каждый день проходят тысячи людей. Допустим, это какая-то проходная точка. Вы, естественно, перед тем, как там разместиться, вы оценили проходимость этого места, какой там целевой охват, сколько людей проходят мимо этого магазина. И, соответственно, если вы просто открываете помещение, допустим, фасадное помещение, которое смотрит на эту улицу, и там продаете крутую одежду, реально классную одежду по очень низким ценам. То есть дешевле, чем у всех конкурентов, которые есть сегодня на рынке и вообще поблизости, то есть в вашем городе. То есть у вас самое выгодное предложение. Мимо вас каждый день проходит, например, там, ну скажем, для простоты расчетов возьмем небольшое количество людей, там, 10 тысяч человек, если это проходная точка. Если нет, там, тысяча, давайте возьмем тысячу, будет легче считать. В теории больших цифр возьмем цифры поменьше. В общем, тысяча человек мимо вас проходит, мимо вашего магазина. Какое количество людей из этой тысячи зайдет в ваш магазин? В данной ситуации зайдет зеро, или, ну, максимум какой-то один сумасшедший из этой тысячи зайдет. Почему? Потому что, да, есть фасадное помещение, да, есть просто какая-то дверь, возможно, она не заперта. Но кто вообще догадается, что у вас там продается одежда? Для начала, конечно же, в любом магазине, который вы сегодня видите вообще на рынке, это витрина. Это то, что сообщает людям, которые этому потоку, этому трафику сообщают людям, что здесь продается одежда. Это самое главное, создать какую-то витрину, создать для людей информацию, дать им эту информацию, что здесь они могут приобрести выгодно, выгодно какую-то брендированную одежду, какой-то конкретной марки. Об этом обычно пишут, часто еще на витрины там выставляют, ну, там, манекены с одеждой, да. И когда мы установим такую афишу, такую вывеску, соответственно, из тысячи людей уже обратят на это внимание, уже гораздо больший процент, уже не один сумасшедший к вам зайдет, а уже, возможно, зайдет человек 200 или 300, по крайней мере, ознакомиться с этим, да. То есть из тысячи человек, скажем, зайдет 200 человек реально внутрь и ознакомиться с этим. Какое количество людей, которые зашли к вам в магазин, купят реально что-то в этом магазине? Но если здесь уже говорить более детально, в это погружаться, да, ну, у нас, к сожалению, временной регламент не позволяет это, это мы будем проводить уже более детальный осмотр каких-то бизнес-моделей в Эверт Академии, но вот сейчас могу так сказать, процент людей, то есть конверсия, да, так называемая конверсия, какое количество людей из тех 200, которые зашли с той тысячи, что-то у вас купят? То есть это зависит от многих факторов. Это зависит от качества вашего предложения, и это зависит от качества вашей подачи, да. То есть насколько выгодно то, что вы сегодня предлагаете, это раз. И второе, насколько вы качественно это предлагаете, насколько вы осознанно и логично давите именно на самые выгодные точки вашего продукта, насколько вы показываете его красивые стороны. И очень важно, чтобы в этот момент именно захватить человеком, человеческое внимание, чтобы он конкретно усвоил нужную информацию. Порой бывает вот такая вот, кстати, небольшая ремарка, вот если, например, говорить о спикер-сегрит-диалогах, вот когда вы рассказываете что-то человеку, самые важные вещи нужно повторять два раза. Это, кстати, такая фишка, она обычно не раскрывается, но вот действительно, если вы хотите, чтобы у вас человек действительно какую-то информацию услышал, ее нужно повторить два раза. Ее нужно повторить два раза. На таких ключевых моментах и строится вообще на самом деле повышение конверсии. Ну и предположим, что у вас там менеджеры от бога, и они реально умеют продавать. Соответственно, возможно, из этих 200 человек, как 50 человек, купят одежду в этом магазине. Купят, станут вашими клиентами. Дальше идет вопрос, какой процент из этих 50 реально продукта ставят у себя. А ведь он, на самом деле, этот товар может еще вам вернуть, может переосмыслить какие-то свои поступки, которые он совершил, и решит товар вернуть, да, спустя, например, сутки. По закону человек должен принимать товар назад, да, то есть, если мы говорим о вещевом рынке, например. Ну, там, как бы, регламент обычно так предполагает такую работу. Вот, и какой процент людей конкретно станут вашими клиентами? Какой процент людей из этих 50 конкретно им понравится ваш магазин, и они будут однозначно ходить в этот магазин и рекомендовать этот магазин другим? Можно предположить, что примерно, ну, как по статистике получается примерно 10-20%. Опять же, в зависимости от качества вашей работы с клиентами, от того, насколько вы часто напоминаете себе в своем магазине этим клиентам, и от того, насколько вы, собственно, хорошее предложение выдвигаете, предлагаете им какие-то дополнительные скидки, какие-то дополнительные акции, какие-то дополнительные полезности, которые позволяют этим людям вновь обратить внимание на ваш магазин, да, и вспомнить о том, насколько им была выгодна та или иная покупка. То есть, это от 5 до 10 человек из тысячи, господа, из тысячи человек. К чему я вообще это все говорю? Теория как раз-таки больших цифр подразумевает так называемую конверсию, подразумевает, что на самом-то деле вам необходимо через себя перелопатить большое количество людей, потенциальных партнеров, которые, возможно, только возможно, да, каждый из них заинтересуются вашим продуктом. Но по факту статистика не врет. Статистика как раз-таки использует теорию больших цифр, и здесь мы уже понимаем, что вам для того, чтобы построить структуру, построить бизнес, продать товар, если мы сегодня говорим о рынке прямых продаж, и сегодня, собственно, нас можно отнести к этому, потому что у нас есть продукт, мы продаем непосредственно IT-технологии, мы продаем электронику, мы продаем выгоду. Самое главное, мы продаем выгоду, это сегодня самый востребованный товар. Дело в том, что, ну вот, если мы возьмем одежду, да, то есть она вроде бы как самая востребована, но сегодня брендов такое количество, такое, ну, как бы, что и столько разных стилей, что нужно дать именно востребованность какой-то отдельной одежды, да, и она из разных ценовых категорий. Сегодня мы говорим о выгоде, как о самом-самом-самом распространенном товаре, самом востребованном товаре, потому что ничего так не популярно сегодня на рынке, как возможность выгоды, как возможность получить какой-то дополнительный доход. Именно деньги сегодня являются, ну, на мой взгляд, по крайней мере, основным продуктом корпорации Эверт. Да, несмотря вообще на все, что сегодня есть, да, на первом, в первом контакте, при первом общении с человеком, наверняка, ну, не всех, конечно, но большую часть людей заинтересовывают в первую очередь выгода, да, то есть человек сразу думает, а что мне с того, что я здесь поучаствую, что мне с того, что если я сегодня куплю кейс, приобрету вот эту приставку, начну пользоваться крутой платежной системой Эвертпэй, я вообще осознаю те многие фишки, которые дает сегодня эта компания, и получу самое главное, что я получу в итоге в финансовом эквиваленте, что я сегодня, что у меня получится, да. И вот корень этого всего заключается в том, что ваша задача сегодня в свой бизнес привлечь как раз-таки хотя бы 10 активных партнеров, друзья, 10 активных партнеров, я сегодня не говорю о каких-то, извините, пассивных людях, да, которые просто заходят в бизнес и абсолютно никоим образом в нем не участвуют. Я сегодня говорю о тех людях, которые осознанные, адекватные, с достаточно развитым интеллектом и логикой, да, те люди, которые сегодня могут построить структуры. Вот именно с этими людьми вы сможете обрести, ну, самое настоящее богатство в сетевом маркетинге. Это самый как раз-таки большой плюс этой ниши, ниши MLM. То, что вы должны осознать, что не все подряд, кому вы будете обращаться с предложением вашей компании, с вашим выгодным предложением, не все подряд его оценят и возьмут. Этому есть ряд причин. Возможно, люди заняты чем-то другим, возможно, они сегодня поглощены другой компанией, возможно, они сегодня просто не настроены видеть то, что рассказываете им вы. И поэтому никогда не огорчайтесь, если вы получаете отказ. Я когда-то был у Елены, у Олега в офисе, и у них были такие крутые брошюры, мне они очень понравились. Я думаю, Олег их будет сегодня в Эверт Академии тоже давать, распечатывать. Я думаю, вы сможете их заказать, ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Олег, если да, то отпишись об этом. В брошюрах была такая табличка, в которой было расчерчено 500 нет. То есть, эта технология, она на самом деле простая, но она крутая. Она на самом деле крутая, когда у человека есть табличка, и ему необходимо собрать 500 отказов. Ему необходимо, и он, то есть, это поход от обратного, да? Не собрать 500, да, 500 партнеров, которые сказали да, а собрать 500 отказов. Я вас уверяю, друзья, когда вы их начнете собирать, когда, ну, то есть, сама цель, конечно же, должна достигаться успеха, но сама цель, когда при контакте с новым человеком, она не должна подразумевать вашу надежду на то, что партнер подпишется. Ну, подпишется, ну, замечательно, не подпишется, идем дальше. И я вас уверяю, с каждым разом, оттачивая мастерство, подача материала, вы будете повышать свою квалификацию, вы будете повышать свой профессионализм, и уровень конверсии будет расти. И из этих 500 нет, вы определенно, точно, я гарантирую вам на миллион процентов, что вы получите определенный процент да. И это очень важно. И сегодня, порой, в зависимости от того, насколько вы профессиональны, вам придется перелопатить от тысячи и до бесконечного количества бизнес-контактов, если вы, извините, просто инвалид. Ну, если у вас, ну, вообще реальные проблемы с коммуникацией. Тогда вам, наверное, сначала следует эти проблемы решить, а потом уже приступать к работе. Хотя, на самом деле, когда вы начинаете работать, эти проблемы, они сами с собой уходят, потому что вы приобретаете самую бесценную вещь в этой жизни. Вы приобретаете опыт. Поэтому, если мы сегодня взглянем на тот же магазин, то вряд ли вы увидите какой-то, ну, реально фешенебельный магазин, который имеет марку, держит эту марку. Сегодня он будет выходить, пускать своих сотрудников, которые будут просто цепляться в штиблеты прохожих и кричать, зайди, пожалуйста, умоляю, купи, ну, купи пиджаки, купи платье, ну, пожалуйста, купи эту сумочку. Таким образом вы ничего, друзья, не добьетесь. Никогда не умоляйте, никогда не просите людей войти в бизнес. И сегодня я реально видел людей, которые своих знакомых, своих друзей чуть ли не умоляют зайти, они их уговаривают. Не нужно этого делать. Ваша задача донести до людей информацию о той выгоде, которую дает ваша компания, той выгоде, которую даете лично вы и ваша команда. Что человек получит, когда он зайдет именно к вам. Вот и все. Поэтому сегодня мы, если за их заходим, какие-то торговые центры, да, там в торговых центрах этих магазинов, они просто один на другом, да. Один этаж одежда, другой этаж там электроника. И вот, например, этаж, где одежда, нам сегодня раз уж пример с одеждой связан, там большая конкуренция. И что делают магазины в этом случае? Они выпускают определенных своих менеджеров, которые просто информируют о том, что у них такая-то там акция, такая-то скидка. Они занимаются обращением внимания на себя, да. То есть они дают человеку, прохожему понять, какая ценность их ждет, если они зайдут в этот магазин. Что именно их там ждет. Поэтому ваша задача не тянуть, не уговаривать, а информировать людей о том, что сегодня присутствует. То есть проводить презентации, записывать видео. И вообще я буквально вчера записал видео, я его назову «Боль, стыд и позор в MLM в сетевом маркетинге». Я его выложу, может быть, сегодня к вечеру. Там сразу предупрежу, у меня присутствовала ненормативная лексика, поэтому, ранимые люди, вам запрещено будет это смотреть. Вот я вам, кстати, там рассуждал на многие такие вот такие вещи, вот относительно, вот как работать в MLM и что нужно делать. Так вот я вам сказал следующую вещь о том, что для начала, чтобы что-то делать, где-то в чем-то развиваться, начните вообще строить глобальную цель и уже к ней выстраивать маленькие цели. Соответственно, самое первое, что вы можете, то, что сегодня в ваших силах, в силах абсолютно каждого человека, у которого есть компьютер, это публикация каждого своего более-менее весомого шага в социальные сети. Публикация каждого более-менее весомого шага в компании, в социальные сети. Запомните это, друзья. Вы зарегистрировались в компанию, опубликуйте это в своих социальных сетях, расскажите об этом своим друзьям, опубликуйте это в своих группах в социальных сетях, запишите видео, залейте его на YouTube. Вы сделали взнос, опять же, осветите эту информацию, вы получили первую выплату, осветите эту информацию. Вы что думаете, ваши друзья за вами не наблюдают? Еще как наблюдают, и социальные сети нам в этом очень сильно помогают. Это только одна грань большого корабля, на котором можно приплыть к успеху. Это только одна палуба, понимаете? Это только один из вариантов работы. Самая главная задача сегодня привлечь на себя внимание. Как вы это будете делать? Во многом поможет вам наше обучение, и еще во многом то, о чем все забывают, поможет вам ваша логика. Просто порой на самом деле достаточно сесть и поразмыслить, а какие действия с моей стороны будут логичны, а какие нет. То есть это на самом деле настолько просто, да? То есть если просто сегодня сесть и подумать, даже, например, как мне развиваться в сфере социальных сетей, и, наверное, мне для начала нужно об этом немножко больше узнать. Но, друзья, сегодня мир интернета, он сегодня мир поисковых систем, мир ютуба, он переполнен полезнейшей информацией. По логике вещей вам, может быть, следует об этом что-то больше узнать? Может быть, вам следует сегодня чему-то новому научиться? Может быть, вы приступите к этому уже сегодня и начнете делать и двигаться вперед? Ведь пока вы сидите просто, знаете, я еще очень сильно удивляюсь, почему большая часть людей, которые сегодня заходят в компании, ну, имею в виду тех людей, которые хотя бы где-то желают выбраться из серого мира, того, в котором они живут сегодня. Большая часть людей живут в серости, вообще в нищете, просто можно сказать. И у них единственное, что у них есть, это после работы в душе, матюкая своего начальника, мечтать о том, когда это все закончится, и он сможет этого начальника послать внутри буквы. Я сам таким был, я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Вот те люди, которые хотят что-то в своей жизни изменить, самое интересное, они всегда регистрируются в компанию, они все время ищут команды, где будет обучение, где будут давать что-то полезное, где будет какая-то, ну, поддержка, где информационная поддержка, все это ищут. Но почему-то пользуются этим всего лишь 10%. Вот мне интересно, почему? То есть, практически 90% реально берут материал, его изучают, и даже успешно, я вот заметил даже за людьми, такую-такую вещь, успешно его усваивают, один раз применяют в качестве тренировки и забрасывают. Весь смысл вообще продаж заключается в последовательности действий, в регулярности, в дисциплине, то, о чем мы с вами уже не раз разговаривали на этом вебинаре. Вся соль заключается в том, чтобы вы донесли информацию о вашей компании до вашего окружения. И есть сегодня огромное, огромное количество способов, как это сделать. Сегодня уже не раз Олег рассказывал, например, классические методики развития относительно того, где брать базы контактов, что необходимо сделать, как с людьми разговаривать, как с ними встречаться, об этом уже говорилось. Есть сегодня современные, более современные методики развития через интернет, например. Есть через оффлайн, есть через онлайн. Оффлайн, например, у него есть какие положительные стороны, плюсы. Первое, это повышенная конверсия, потому что вы уделяете повышенное внимание человеку, которому делаете презентацию своего бизнес-предложения. То есть там, например, большая часть людей из этих тысяч реально согласится с вами в бизнесе поучаствовать. То есть нужно меньшее количество людей найти. Больше, конечно, времени на это тратится, но больше конверсии. Это более эффективно. Это именно плюс оффлайн-предвижения. Есть онлайн-предвижение, которое подразумевает под собой более низкую конверсию, но и в то же время меньше затраты времени. Когда вам, например, для того, чтобы получить тот же результат, который есть в оффлайне, необходимо обработать не тысячу партнеров, то есть до них донести информацию, а 10 тысяч партнеров. Но, собственно, и то и другое, допустим, если в 10 тысяч партнеров, человек сегодня, ваша задача донести на них информацию, то сегодня есть программы по автоматизации, которые позволяют это сделать. Это просто очень быстро. И вот плюсом онлайн-работы заключается именно то, что сегодня в онлайне автоматизированные системы построения работы в онлайне, они позволяют настроить работу таким образом, что она уже не будет зависеть от вас. То есть вы ее один раз утром волшебную кнопочку нажали и ушли заниматься своими делами. И весь этот процесс происходит на полуавтомате, можно сказать, с минимальным вашим участием. То есть вы один раз какую-то информацию качественно записали, и эта информация уже автоматически с помощью наших систем доносится до вашей аудитории. И вы получаете просто конкретный трафик на свой контент, на свои реферальные ссылки и партнеров в свой бизнес. Это круто. И на самом деле для достижения успеха сегодня нужно, сегодня обязательно нужно уметь развиваться как в оффлайне, так и в онлайне. Понимаете? Вся соль заключается в том, чтобы вы сегодня были живым, публичным человеком. Я до сих пор сегодня вижу в наших чатах людей, у которых на аватарах кошечки, собачки, мышки, петушки. Это что еще за люди такие? Ребята, ну вы серьезно? Серьезно хотите с таким подходом достичь успеха? Может быть пора открыться миру? Пора открыться людям? Потому что лично я, например, для себя я не представляю, я уверен, что большая часть, подавляющее большинство людей просто не представляет вообще себе, как можно зайти в серьезный бизнес, в партнерство с какой-то мышкой, извините, на аватаре. Об этом тоже нужно думать. Это часть логики, друзья. Часть логики. Попытайтесь знать, как вы выглядите со стороны. Попытайтесь ответить себе на самые ключевые вопросы. Все ли я делал сегодня правильно? Вы все в глубине души, в глубине своей черепной коробки знаете, как нужно правильно действовать. Вы все знаете это. Все до единого забываете просто. Проблема в том, что забываете просто мгновенно. И для того, чтобы вы об этом помнили, всегда нужно свой мозг держать в режиме повышенной активности. Именно для этого сегодня создаются утренние бизнес-кофе. Это некий допинг для вас. Это некие встречи, которые сегодня помогают нам развиваться. Так вот, что я сегодня в итоге хочу, какую мысль, конечно, до вас донести. На самом деле, вся эта процедура, вся эта процедура развития, построения структур, вот то, чего вы все желаете, богатства, свободы, финансовой свободы. То, что у вас уже давно в душе накипело. Каждый из вас что-то уже мечтает. Многие визуализируют те же элементарные даже вещи с точки зрения быта. Тот же айфон. Но я знаю, что многие люди об этом мечтают. Хотя бы, ну казалось бы, вроде бы такая мелочь. Мелочь. А многие люди не могут себе ее позволить. И если вы сегодня готовы перейти от каких-то пустых мечтаний, да, в пустоте у себя, к действию и к реализации, к материализации этого всего, вам нужно просто создать режим. Просто работать по технологии. Это обычная технология. Осознайте это. Это не везение. Это не удача. Это не фарт. Это конкретные закономерные процессы. Это конкретная технология, которую вы все в состоянии освоить и осилить. Если у вас нет каких-то хромосомных, извините, аберраций, если вы при рождении там, у вас все там в порядке с интеллектом, у вас это все получится. Вот и все, собственно говоря, в этом нет никакого секрета. И по теории больших чисел, да, вот я даже вот постараюсь нарисовать. То есть вероятность, вероятность, то есть вероятные партнеры, тысяча человек. Скажем так, партнеры, которые обратили внимание, да, то есть охват аудитории. Даже первое это охват аудитории. Сейчас как тут стереть-то? Как стереть? Не знаю, тут, наверное, не стирается. Давайте так тут. Я сенсорной панели рисую, поэтому уж извиняйте. Охват? Ой. Какое-то акционерное общество получилось. Сейчас. Давайте. Охват аудитории, да, к примеру, тысяча человек, да, цель наша. Тысяча человек. Это есть, кстати, эти данные, они лишь подходят для тех, кто работает в офлайне. Если вы работаете исключительно в онлайне, смело умножайте эту цифру на 100. Вот так, да. Да, друзья, минимум 100 тысяч человек, если работаете в онлайне, если вы хотите достичь, ну, даже не 100 тысяч человек, ну, там, 100 тысяч человек, это уже большая структура у вас будет. Ну, минимальный положительный результат уже такой ощутимый, ощутимый, я имею в виду, это 10 тысяч человек онлайне. Так, охват аудитории для земли, тысяча человек. Те люди, которых захватили внимание, да, потенциальные партнеры, с которыми вы проводите собеседование, проводите им презентацию. 300 человек. Да, то есть каждый третий примерно согласится с вами побеседовать. Если конкретно аудитория целевая и она ищет сегодня выгоды, да, то есть это либо теплый круг, да, с повышенным доверием к вам, либо это холодный круг, но заинтересованный круг. Это сетевики, это те люди, или бизнесмены, которые сегодня уже знают, что такое зарабатывать. Вот. Потенциальные партнеры. Вот. Дальше. Партнеры, которые зашли к вам в бизнес. 50 человек, да, 50 партнеров. И активные партнеры, вот у меня уже места не хватает. Активные партнеры. 5 человек. Вы сами в силах посчитать, за какое время вы до этого дойдете, да. То есть если вы в день будете контактировать с одним человеком, каждый день, то вот на это у вас уйдет больше трех лет. Нет, три года. Если по два человека в день, полтора года. А если вы действительно активно настроены работать, по 10 человек, то на это у вас уйдет несколько месяцев всего лишь. Да, то есть 4-5 месяцев, по 10 человек, по 10 бизнес-контактов в сутки. Не проблема абсолютно. Сегодня вы знаете прекрасно, вы сами знаете прекрасно, где сегодня обитают сетевики те же. Где сегодня сетевики кучкуются. По крайней мере хотя бы в интернете, где они, где можно бизнес-контакты найти. Есть огромное количество MLM-баз с телефонами, с адресами. Есть группы в социальных сетях, где их можно всех выцепить, всех их найти. Есть возможность поиска в социальных сетях по интересам. Все сетевики самые активные уже давно у себя в интересах прописали MLM-сетевый маркетинг. Это вообще не проблема. То есть в социальных сетях уже поделили людей на касты. То есть эти бизнес-контакты найти сегодня не проблема. Это вообще самое простое. Вот ваша задача с ними взаимодействовать. Есть сегодня люди, которые заряжены мотивацией, как я обычно выражаю, мотивации полные трусы. И эти люди в первые дни обзванивают по 30, по 50, по 100 человек первые 2 недели. А потом уже перестают к этому обзваниваться. Вот это неправильный подход. Просто, понимаете, вам нужно привыкнуть и прийти к регулярности, к дисциплине. У вас это все уже войдет в привычку. Первое привыкание у вас возникнет уже через 2 недели. Окончательное привыкание это через 45 дней. Это научный факт. Через 45 дней это у вас уже войдет в норму. Уже на автомате, как вы каждое утро завариваете кофе себе делаете. Также у вас на автомате будет происходить этот бизнес-процесс. Самая простая формула для достижения успеха. Если вы не будете говорить о своем бизнесе, его о нем никто не узнает. И еще есть такое понятие, последнее. Это уже для тех людей, которые в онлайне работают. Есть такое понятие, как виральность. От слова viral, вирусность. Виральный охват аудитории. Что это означает? Это когда ваши партнеры начинают дублировать информацию, которую вы распространяете. Ваши потенциальные партнеры, ваш охват аудитории начинают эту информацию дублировать. Что будет, если, например, вы будете полезными вообще для всего бизнес-общества? Вот об этом я часто люблю говорить. И об этом вообще будет очень много дано в моих тренингах. Именно виральность вашего контента. Подходит ли ваш контент сегодня не только для ваших партнеров, а вообще для всех бизнесменов? Сегодня для того, чтобы достичь виральности и для чего это вообще нужно? Виральность это то видео, допустим, тот контент, который вы сегодня вы даете в массы, которым вы сегодня делитесь. Им с удовольствием будут делиться те люди, с кем вы сегодня этим поделились. То есть в данном случае из тысячи человек, это для онлайна, да? Потенциальные партнеры, которые обратят на это внимание, 300 человек. Если это видео, действительно этот контент, действительно несет в себе полезность, то они этим будут делиться на своих страничках в социальных сетях. И уже ваш контент, он уже будет охват аудитории идти не только от вас, от вашей деятельности, но еще от деятельности этих потенциальных партнеров, которые, возможно, эту информацию передадут своим партнерам в своей сетевой компании, в своем бизнесе, своим людям, своим друзьям и подписчикам, и которые заинтересуются вашей личностью. Всегда еще помните один момент, очень важный. Люди идут на людей. Создавайте вокруг себя реально полезность и виральность. Вот, собственно, по регламенту сегодня, сейчас заканчиваем, потому что уже как бы полчаса, сегодня у нас регламент в кофе. Я еще на самом деле мог бы много об этом говорить, но пора заканчивать. Более подробно эту информацию вы узнаете на Эверт Академии. Поэтому готовьтесь, готовьтесь. Собственно, начинайте применять уже то, что вам известно, уже с этим багажом знаний вы уже можете работать. Вопросы есть, друзья? Какой софт посоветуете? Ну, лично я пользуюсь сейчас различным софтом. Давайте так. Я сейчас скажу это вслух. Я не знаю, успеете вы записать его записать, не успеете, но видео будет по это, и я скажу вслух эти программы, которые использую. Я использую для социальных сетей. СМР. Социал-медиа-рекрутер. И, кстати, у нас есть договоренность непосредственно с разработчиками этой программы. И для партнеров Эверта эта программа будет в два раза дешевле. Ставьте, она платная. Обращайтесь, в общем-то, обеспечим вам скидку 50%. Есть такая договоренность. Но это только для партнеров Эверта. То есть, если кто-то из вас сейчас смотрит сегодня со стороны это видео, друзья, ну, извините. Второй момент. Непосредственно я использую, например, для... То есть, СМР что позволяет делать? Она позволяет автоматизировать такие действия, как добавление в друзья, автопостинг, райтинг, инвайтинг, рерайтинг. Не райтинг, а этот, как его там, рефрешинг есть, это обновление. В общем, я сейчас очень много таких слов страшных сказал. Короче, программа позволяет автоматизировать вообще практически любое действие сегодня в сети интернет. Есть огромное количество стратегий, которые позволяют сегодня там развиваться. Я еще использую MixPoster программа называется. Она позволяет автоматизировать посты в группах в социальных сетях для контакта, для фейсбука. СМР позволяет работать с тем же контактом, с фейсбуком, с скайпом, с одноклассниками, с инстаграмом и с вайбером. Я знаю, что фейсбук и вайбер они там периодически доделывают, еще он может не работать. Вот и ютуб сейчас тоже доделывается. Я работаю по поиску еще дополнительных контактов, такие использую сервисы, как LikeRocks, например. Там я его использую в основном для обмена скайп-контактами, для поиска целевой аудитории. И сегодня, ну, вообще, это самые основные программы. Я работаю с софтом, например, еще для обработки видео. Если это простая какая-то обработка, то, что мы сегодня будем в основном давать для людей, это Camtasia. То есть это самый простой уровень видеомонтажа, самая простая программа. Если мы говорим о каких-то более серьезных уровнях, это уже Sony Vegas Pro, Adobe Premiere, и если речь идет о наложении спецэффектов, это After Effects. Тоже все желающие смогут этому обучиться. Если мы говорим сегодня о продающих картинках, то мы используем различные программы для графики, для векторной графики, для создания продающих картинок. Это для векторной графики мы будем использовать иллюстратор с вами, и для рисования там обложек, картинок, каких-то постов, для редактирования своего контента, именно фото-контента или слайдов. Мы будем использовать с вами Photoshop, естественно, очень крутая программа, и на самом деле там вообще ничего сложного нету. То есть это рисовать реально классные шапки для YouTube, аватары себе хорошие делать, те же хорошие обложки на видео, все это вы также научитесь. Это конкретно то, что вот именно с моей стороны, именно работа в интернете через ПК. Вы также, мы будем, я использую еще ряд других сторонних сервисов, различные буксы, различные сервисы по накруткам иногда использую, это тоже помогает все оптимизации. То есть вообще на самом деле очень много-много элементов, просто вам нужно не бояться вообще всего этого, потому что у вас будет выбор, в каком направлении развиваться. Вы сами для себя определите, какой вид деятельности для вас наиболее приемлемый, и вам достаточно будет изучить какую-то одну ветку навыков для того, чтобы продвигаться. Вот, самое главное сегодня, что я использую для автоматизации, это SMR и MixPoster. Вот, SMR мне позволяет сегодня делать рассылки по моим скайп-контактам, да, которые у меня уже сегодня есть, подготавливаться к работе, вообще свои группы в социальных сетях, нагонять туда трафик, нагонять трафик на свои видео, ну, вообще вот так вот пускаться во все тяжкие именно в работе в сети интернет. Вот, но то, что я сегодня сказал, оно, я более чем уверен, никому ничего полезного не даст, потому что, как показывает практика, пока человек конкретно не получит детальную инструкцию, пока за это не отдаст деньги, он этим пользоваться не будет. Такова, правда, жизнь не суровая, друзья. Вот, ну, в общем, желаю вам продуктивного дня, как обычно. Надеюсь, что сегодня больше людей пополнят ряды счастливых, успешных сетевиков, достигнут финансовой независимости, финансового успеха, побольше вас сегодня партнеров зарегистрировать. Я был очень рад сегодня перед вами выступать, надеюсь, та информация, которую вы сегодня получили, была для вас хоть чуточку полезна, значит, я уже не зря это делаю. И увидимся с вами в скором будущем еще не один раз. В общем, до новых встреч. Всем пока, друзья. Желаю вам удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова